В Челябинске машина частного охранного предприятия врезалась в стену торгового центра. Как оказалось, педаль газа зацепилась за коврик, и водителю пришлось направить автомобиль в единственное место, где не было людей. Продолжит тему наш корреспондент. По словам очевидцев, легковушка летела на большой скорости, но машина впереди стала резко тормозить. Водитель машины частного охранного предприятия вывернул вправо, чтобы избежать столкновения. В итоге автомобиль вылетел на тротуар и врезался в стену. Как оказалось, педаль газа зацепилась за коврик, и поэтому она резко поехала вперед. Сотрудники ЧОПа получили серьезные травмы. А недалеко от остановки поселок Бабушкино столкнулись две легковушки. От удара одна из них чуть не вылетела на тротуар. На улице Игуменко 24-летний водитель ВАЗа пытался перестроиться, но врезался в Тойоту, которая двигалась по соседнему ряду. У легковушки оказался разбит бампер. На Миасском тракте не поделили дорогу, два автомобиля. Иномарка врезалась в ладу Гранта. От столкновения Туат бросила в кювет. На дороге рядом с поселком Малый Куяж перевернулась легковушка. Скорее всего, водитель не справился с управлением и автомобиль опрокинулся. А в Златоусте во дворе дома Тойота въехала в припаркованную машину. При этом владелец авто решил оставить место ДТП и пошел домой. На Кировке четыре экипажи полиции бросились на задержание «Инфинити». 30-летний мужчина решил покататься в пешеходной зоне. На нарушителя составили сразу три административных протокола. За езду по тротуару, за тонировку и за управление автомобилем без страховки. А этот неравнодушный автомобилист из МИАСа решил починить дороги. Он не стал ждать дорожников и засыпал все ямы около дома. Продолжение следует...